В сегодняшний воскресный день Святая Церковь вспоминает память преподобной Марии Египетской. Она очень рано ушла из дома. Когда ей было 12 лет, она прельстилась окружающей ее современной жизнью, где юноши и девушки позволяют себе все, вплоть до греха и блуда и распутства. И вот соблазнившись этой греховной жизнью, она оставляет родительский дом и поступает работать в дом терпимости. Она работает там блудницей 17 лет. Причем она не просто работает там ради зарплаты, она работает там ради наслаждения, такого животной страсти и удовлетворения похоти. Она работает своими руками, она приобретает себе на пропитание трудом своим, но наслаждается грехом в течение всей этой своей 17-летней юности. А потом она решает поехать в Иерусалим, туда, где паломники отправлялись поклониться животворящему древо креста Господне. Она не берет с собой ни денег, даже пропитание, потому что знает, что ее блудное ремесло прокормит ее даже на корабле. Она проникает на корабль и блудодействует с паломниками на корабле. И когда прибывают они ко Святому Граду в день праздника, она чувствует, что когда все заходят в храм, ее не пускает некая сила. Она делает одну, вторую попытку и все безуспешно. И вот тут происходит ее осмысление греховной жизни. Она обращается к Божьей Матери, образ которого видела в притворе с обещанием больше никогда не возвращаться на путь греха. И получает благословение от Божьей Матери идти за Иордан в египетскую пустыню и там подвязаться во искупление грехов своих. Она удаляется в пустыню, питается совершенно скудным пропитанием. Больше того, она питается растительностью, но 17 лет, как раньше работала греху, ее борят страсти. Она снова вспоминает мужчин, она вспоминает явство, вино, она вспоминает снеги, еду, угощения, танцы, музыку. Она звучит в ее ушах, она падает на землю. Она борется с этими воспоминаниями, она страдает. 17 лет, обратите внимание, столько, сколько работала греху, 17 лет с ним и боролась. А потом наступила удивительная тишина. Победив подвигом поста и молитвы в себе страсти, она стала совершенствоваться в молитве и приближать свою душу к Богу. И старец Зосима, который по чудесному промыслу Божьему увидел эту святую подвижницу в пустыне, причащает ее святых христовых тайн. Она исповедует все свои грехи этому старцу и умирает. Умирает в пустыне и открывает свое имя. Имя ей Мария. Когда она умерла, то старец, пришедший на этот день ее погребения, прочитал положенные молитвы, но не думал, как же он выроет могилу, ибо все здесь настолько засохло, и как ископать место ее погребения. Но тут из пустыни подошел лев, и он послушно выкопал могилу Марии, в которой и погреб старец Зосима, преподобную Марию Египетскую. А сам вернулся и рассказал об этом братье, потому что Мария запретила ему рассказывать о ее подвигах и о ее грешной жизни. И из уст в уста передавали братья этого монастыря, эту удивительную историю, о некогда страшной грешнице, но покаявшейся праведнице, еще раз утверждая истину того, что нет такого греха, чтобы не простил Бог, кроме греха нераскаянного. И вот мы сегодня, взирая на подвиг этой святой Марии, египетской жизни описания, которую описал Александрийский епископ Сафроний, можем сделать для себя несколько очень важных уроков. Первое. Юность. Какой бурлящий поток страстей. Святитель Феофан Затворник говорил, жизнь человека, как река. Юность, она не имеет таких страстей. Старость тоже освобождается от страстных похотей. А вот юность, как словно поперечный поток, который бурлит на реке жизни человека. И очень немногие переплывают этот поток без вреда для себя. А очень многие, святитель Феофан Затворник говорит, в нем погибают. Вот этот поток бурлящей воды юности, разве не коснулся каждого из нас? Разве мы в юности не ошибались? Разве мы в юности не падали? Разве мы были свободны от блудных помыслов и похождений? Разве мы не узнаем себя в этой жизни, которую мы проводили, живя среди соблазнов и современного мира, который продолжает говорить, бери от жизни все, наслаждайся. Ни в чем себе не отказывай. Ты один раз живешь. Бери, бери, бери от жизни все. И вот, дорогие братья и сестры, происходит удивительная встреча. Встреча у Марии с Господом. Как и у нас. Мы тоже однажды на своем пути жизни встретили Господа и поняли, Господи, да разве можно жить, как все? Ведь истинно. Ты жизнь. Ты свет. И увидев этот свет, хочется перемениться. Хочется уйти от греха. Хочется бороться со страстями. И это второй урок, который мы должны вынести из жизни по Писанию Марии Египетской. Когда мы грешили, когда мы блудили, когда мы сквернословили, пословили, упивались вином, матом ругались, курили, и прочие беззакония творили. Мы думали, что так живут все, и так нужно делать. Потому что Богу не знали. В нашей стране не говорили о Боге. В нашей стране больше того, говорили, что Бога нету. И что ты произошел от обезьяны. Откройте учебник 9 класса по биологии. Сегодня детей учат, что человек произошел от обезьяны. И вот эти легкие, такие тонкие возможности напомнить детям о Боге происходят лишь в семье. А в целом дети растут среди атеизма, отрицания Божьего мира. Как тяжело этим детям, как и Марии, выбрать свой путь, не соблазнившись соблазнами современного мира. А он идет еще дальше. Дьявол не остается на месте. Он развращает не просто людей, девушек и парней. Он уже заставляет их подражать саму дьяволу, искажая природу человека. Даже изменяя пол, природу, как это происходит в Европе, предлагается заменить пол Богом данный. Тем самым вообще исказить природу человеческого естества. Вот потому, дорогие, из этого извлекая еще один урок, мы должны после покаяния, после встречи с Господом, принести некое обещание. Обещание впредь не возвращаться туда, где мы были, туда, с кем мы общались, туда, что мы делали. Мы должны возненавидеть грех. И одно из условий исповеди, когда мы каемся в грехах, это не значит, что мы подходим всякий раз и исповедуемся. Мы исповедуем грехи с обещанием больше к этому не возвращаться. И в знак обещания этой клятвы мы целуем Евангелие и честный крест. И после этого мы уже права не имеем ни мыслить, ни делать, ни говорить, ни поступать так, в чем мы, осознав свою вину, повинились пред Богом и пообещали Ему жизнь доброй совести. Еще очень важный урок. Это, конечно, подвиг. Многие думают, вот я поисповедался, уже не делаю прожить прежних грехов. Уже в храм хожу, молюсь, пощусь. Вот, мол, где и достаточно. Нет, дорогие братья и сестры, уклонись от зла и сотвори блага. Мы перед Богом ответим не за то, что мы делали, но за то, что мы не сделали теперь доброго, потому что, уклонившись от зла, не надо думать, что я теперь святой уже не блужу, не грешу, не убиваю, там, не пьянствую, не курю, не матерюсь. Это еще полбеды, это так любой человек должен жить, ты только от греха отошел. А наша задача теперь загладить свою вину. Об этом говорит нам Священное Писание, кто отвратит грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Мы, значит, должны с вами теперь не только вести жизнь правильную, по Евангелию, по заповедям Божьим, стараться, если и тут на этом пути споткнемся, тут же исповедать грехи свои, но еще других обращать от ложного пути их, как обращала своей жизнью Мария Египетская. Так что даже старца, который до пятидесяти трех лет жил в одинокой молитвенной келье, вдруг подумал, что вот я уже, мол, такой праведный, есть ли подвижник, больше меня подвизающийся в праведности? Есть! Пойди за Иордан и увидишь. И он увидел Марию Египетскую, когда услышал ее жизнь, то пал пред ней на колени и попросил ее святых молитв, потому что ее жизнь, ее грехопадение и самое главное восстание от греха было примером для всех людей, живущих на земле, в том числе и для нас. И, наконец, дорогие братья и сестры, мы еще должны извлечь очень важный урок из жизни Писания Марии, как важно быть со Христом, как важно причащаться святых христовых тайн. Именно это было заветным ее желанием. После того, когда благодать Божия впустила ее и позволила поклониться животворящему древу Креста, Мария Египетская уходит за Иордан и, постясь и молясь, просит Господа о прощении. Но вот удивительное свидетельство жизни Писания. Она так захотела соединиться с Господом и узнала, что есть такое удивительное таинство, которое соединяет человека с Богом и дает ему силу. Еще в храме Иоанна Крестителя, который находится при Иордане, она соединяется со Христом и священник допускает ее до причастия. Он увидел бездну ее греха, но и почувствовал глубину ее раскаяния, ее слезы, ее желание исправиться. Вот это желание исправиться, оплакать, возненавидеть свои грехи, должно присутствовать в сердце каждого из нас. И вот когда она жила, постилась и молилась, 47 лет провела в пустыне, представьте, после прожитой жизни, 47 лет борьбы с грехом и молитвы с Господом. И одно желание соединиться со Христом в Таинстве Святого Причащения. И Бог посылает ей старца Зятсиму, который пришел и причастил запасными дарами Мария Египетскую, после чего она отходит ко Господу. Давайте мы с вами, нагрешивши в юности, встретившись с Господом и принеся покаяние, теперь загладим свою греховную жизнь делами добрыми, делами добродетелей, молитвой, постом, помощи ближним, а не угождение только самим себе. Давайте мы всю свою жизнь превратим в служение Господу, в служение Господу и ближним, и, конечно же, с постоянным и неуклонным и неугасимым желанием соединяться со Христом, чтобы с Ним жить, с Ним и умереть. Аминь.